Портал Гай.РФ продолжает знакомить с участницами конкурса Мисс Золотая Осень 2014. Сегодня мы пообщаемся с девушкой, у которой главный принцип только побеждать. Здравствуй, Наташа! Здравствуйте! Наташа, вот твоя анкета, когда я прочитала, сразу вот меня привлекло. Ты неоднократно указываешь слово «победа», «люблю побеждать», «иду побеждать». Откуда это взялось? Ну, скорее всего, это воспитание. Вообще, с детства меня учили. Если ты участвуешь в конкурсе, ты должна стремиться быть лучшей. Каждый конкурс для меня это что-то новое. И каждый раз я стараюсь показать себя с новой стороны, с которой меня еще никто не видел. Моя мама всегда говорила, если ты решила участвовать в конкурсе, ты должна стремиться к победе. Если ты будешь просто участвовать, от этого никакого эффекта у тебя не будет. Ну, а как же тогда ты себя успокаиваешь, утешаешь, если вдруг ты оказалась не в числе первых? Я считаю, что это не такая большая трагедия. По крайней мере, я знаю то, что я вложила все силы, то, что я пробовала, старалась. И если не получилось в этот раз, обязательно получится в следующий. Меня проигрыш, он не остановит. Почему решила вообще принять участие в конкурсе, да, и вот как ты настраиваешь себя на победу? Какие усилия прикладываешь? Ну, вообще, я вот с детства, с детского сада очень люблю выступать на сцене. И у меня вот это вот, наверное, главная цель участия в конкурсе, проявить себя с новой стороны, показать себя. Потому что многие люди даже не знают, какая я на самом деле. Ну, вот именно поэтому я решила поучаствовать. Соперницы у меня очень достойные, они все очень хорошие, мы познакомились, подружились. Ну, я себя буду проявлять, наверное, тем, чем умею. Я буду не только танцевать, к примеру, в художественном номере, но и даже костюм, который у меня будет, я делала его тоже сама, шила сама. В своей анкете ты указала, что самая большая радость в твоей жизни – это подарок на мое пятилетие. Что это был за подарок? Расскажи, пожалуйста. Я тогда была очень маленькой, мне подарили огромную собаку, которая была намного выше меня. Я вот так вот с ней ходила, это просто было такое счастливо. У меня остались фотографии, это два банта огромных, огромные глаза и улыбка до ушей, вообще прям. Что стало с собакой сегодня? Она жива? Конечно. Да, эта собака, она, наверное, самое яркое впечатление из моего детства, она, конечно, жива. Твои анкеты, да, опять же, акцент семья, младшая сестренка. Расскажи немножко о своей семье, какое место она занимает в своей жизни? Ну, семья – это, конечно, первое место в моей жизни, это всегда будет так. У меня есть мама, папа, две сестренки, старшая сестренка и младшая. Ну, я их очень безумно люблю, и младшая сестренка, она всегда старается быть на меня похожей. А я, в свою очередь, пытаюсь быть похожей на старшую. То есть у нас вот так идет, по возрастающей. Подражаете друг другу, да? Ну, немножко. Твоя семья, какое участие принимает в твоей подготовке, как они тебя поддерживают, и как они тебя, какими словами они тебя направляют? Ну, каждый день мне говорят, Наташа, ты у нас самая умная, самая красивая, у тебя все получится. Не переживай. И не в таких конкурсах участвовала, и в Москву ездила, и тоже переживала. Все было хорошо. И каждый раз они мне помогают абсолютно во всем. В любом конкурсе они всегда для меня самая главная поддержка. И если мне нужно, чтобы мне помогли, они никогда не откажут. Мы будем сидеть до последнего, мы будем сидеть там до утра, но мы все сделаем. Твоя заветная мечта – быть президентом. Вот сегодня на сколько шагов ты уже приблизилась к своей мечте, и сколько еще осталось? Ну, вообще, это мечта у меня с детства. Ну, многие в детстве мечтали быть врачом, там, учителем. Моя младшая сестренка мечтала быть космонавтом или балериной. А я с детства, когда увидела, как президент поздравляет с Новым годом граждан, мне это так понравилось, что я стала всем объявлять – я буду президентом. Прошло уже много лет, у меня до сих пор это мечта, и я вот стремлюсь к этому. Я решила для себя четко то, что закончу гимназию золотой медалью, я сдам ЕГЭ, я постараюсь дать на 100 баллов, я поступлю в университет. Ну, мои родители говорят, что если ты захочешь, у тебя все получится. Глядя на сегодняшнюю политику нашей страны, какие минусы ты видишь, да, и что бы ты сделал немножко иначе? Ну, я считаю то, что Владимир Владимирович – это прекрасный президент, я вообще ему очень горжусь, я горжусь то, что именно в России такой президент есть. Я считаю то, что он все делает правильно. Ну, то есть каких-то недостатков в его работе ты не видишь? Ну, если смотреть так, в общем, нет, не вижу. Ну, если бы я стала президентом, может, где-то там сделала пенсию побольше. Ну, то есть я живу в простом обществе, я понимаю, что людям необходимо. Как бы каждый день это слышу, с этим соприкасаюсь. Твои увлечения? Что это? Пение, танцы, чтение, рисование? Ну, вообще, я занимаюсь тем понемножку. У меня охота успеть везде и всюду, у меня охота поучаствовать во всех конкурсах, и каждый конкурс для меня большая ответственность, и совсем не важно, школьный конкурс или областной конкурс. А так вообще я люблю заниматься спортом, я бегаю чисто сама для себя, я люблю заниматься баскетболом, волейболом увлекаюсь. То есть для меня спорт, это, наверное, очень важно в жизни. Также я люблю повыступать, проявить себя как артистка, то, что я умею, у меня есть выражение. Люблю читать стихи, люблю читать стихи. Ну, вообще, в принципе, люблю читать. Давай что-нибудь экспромтом для наших телезрителей, да? Ну, какой-то четверостише из твоих любимых. Так вот, что-нибудь. Александр Сергеевич Пушкин. Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. Вот именно это четверостише мама мне рассказывала с детства, когда была очень маленькой, только училась читать. Именно из-за этого стихотворения у меня проявилась такая большая любовь к литературе. Для меня сейчас самое важное место, одно из главных мест занимает учеба. То есть у меня есть цель, и я буду стараться добиться ее. Почему именно ты должна стать в Мисс Золотая осень 2014? Ну, я считаю то, что я очень общительная, приветливая. Я не стесняюсь сцены, я люблю выступать. Я считаю то, что я вполне талантливая. Я могу удивить, могу привлечь к себе внимание. Я надеюсь, у меня получится.